Добрый день, уважаемые господа, уважаемые коллеги. Я хотел бы несколько слов сказать в начале нашей сегодняшней встречи. Мне, во-первых, очень интересно просто с вами встретиться, потому что вы не так давно стали победителями первого конкурса на получение грантов. Идея выплатить соответствующие гранты для привлечения в ВУЗы наши университеты для исследования ведущих зарубежных учёных, создать условия для роста академической мобильности отечественных исследователей. Мне изначально очень понравилось, когда, наверное, год назад, да, Дмитрий Александрович, может быть, даже немножко больше, мы с министром образования её обсуждали, даже помню, когда и где. В настоящий момент идея реализована, что мне, конечно, на самом деле приятно. На неё были затрачены какие-то организационные усилия. Ну и для нашей страны, в общем-то, немаленькие деньги предполагается потратить 12 миллиардов рублей на период нескольких лет. В общем, честно сказать, хотелось бы, чтобы из-за того что-то получилось. Большинство из вас уже приступили к работе в новых лабораториях, которые созданы при высших учебных заведениях в университетах Москвы, Петербурга, Владивостока, Красноярска и некоторых других городов. Хотел бы сказать сразу же, что я очень заинтересован в том, чтобы там были созданы нормальные условия для работы. Наверное, сегодня это ещё не так, но, тем не менее, мы полны решимости сделать именно всё необходимое, чтобы деятельность и наших учёных, и их зарубежных коллег была максимально продуктивной, а стало быть, созданы лучшие условия и для обмена идеями, и для их коммерциализации, то есть внедрения их в производство, ну и для развития современного высокотехнологичного бизнеса. Мы сейчас как раз занимаемся реализацией таких проектов, целый ряд новых программ появился. По сути, мы закладываем инфраструктуру для поддержки инновационных разработок и их последующей коммерциализации. И ваши работы в этом смысле также должны быть, я надеюсь, примером такого рода успехов. Во всяком случае, я рассчитываю на то, что правительство для этого сделает всё необходимое, и те решения, которые приняты, они всё-таки свой эффект дадут. Современная наука не имеет границ, как, в принципе, было и раньше, но сейчас для общения созданы беспрецедентные условия, а поэтому наша страна заинтересована в том, чтобы происходила постоянная циркуляция идей, и действительно была обеспечена самая высокая степень научной мобильности, самая высокая, которая только возможна в современных условиях. Знаю также то, что конкурс на получение грантов прошёл достаточно широко. Международная экспертиза была проведена на самом высоком уровне. Месяц назад, как я понимаю, в середине апреля был объявлен второй такой конкурс, и надеюсь, что он также привлечёт внимание самых известных исследователей. Ещё раз хотел бы подчеркнуть одну вещь. Мы находимся в самом начале пути. Опыт такого рода грантов в других странах широко востребован. У нас это первый опыт. И именно поэтому я и хотел с вами встретиться, обсудить, что можно было бы ещё сделать для того, чтобы эти гранты давали лучший эффект, для того, чтобы для высококлассных учёных, для специалистов, которых мы привлекаем, были созданы по-настоящему правильные условия для работы. Даже с учётом того, что, к сожалению, за последние годы инфраструктура российской науки, она не столь быстро развивалась, как в других странах, и у нас есть много проблем. Но, собственно, именно поэтому такие гранты, как те, которыми располагаете вы, у нас и были признаны целесообразными. Ну вот, наверное, и хватит для начала. Больше мне хотелось бы послушать вас. Послушать не только о тех возможностях, которые, может быть, в сегодняшней ситуации существуют, но и о тех трудностях, которые, допустим, вы свежим взглядом увидели, и которые мы могли бы постараться разрешить. Уважаемые коллеги, пока я вас слушал, я, конечно, не Цезарь, но я ещё пытался смотреть некоторые документы и несколько резолюций на них наложил. Значит, если позволите, я откомментирую определённые вещи, которые от вас прозвучали. Ну, ещё раз повторю, что я очень рад тому, что проект состоялся, потому что его нужно было сделать. Хотя бы для того, чтобы в Россию приехали практикующие высококлассные иностранные специалисты, а Россия постаралась бы создать условия для работы. И, как вы все абсолютно правильно сказали, это нужно прежде всего не вам, потому что вы и так уже состоявшиеся люди со своими научными школами, работающие в других университетах, а это нужно прежде всего нам, потому что ваш грант и ваша работа рано или поздно закончатся, надеюсь, самыми благоприятными, интересными научными результатами, а наша наука останется со всеми своими родимыми пятнами и со всеми трудностями. Хотя надеюсь, что после вашей деятельности их будет существенно меньше. Значит, то, о чём вы говорили, не буду скрывать от вас, вещи мне абсолютно хорошо известны. Я имею в виду и 94-й закон, который по целому ряду сфер деятельности не только не способствует улучшению результатов, значит, тех результатов, которые должны быть достигнуты, но и просто блокирует работу. Я уже несколько слов на эту тему сказал. Проблема, конечно, не только в нём, а в общем и целом в самой бюрократической среде, которая, к сожалению, сформировалась за долгие-долгие годы и которую мы не смогли, скажем, откровенно отстроить за последние 20 лет. Но это не значит, что 94-й закон не нужно менять и что нужно опустить руки. Я просто сказал вам, что здесь не стоит предаваться юридическим иллюзиям по поводу того, что его отмена моментально всё расставит на свои места, иначе бы давным-давно это было сделано, и у нас была бы иная инфраструктура. Проблема получения биологических образцов, проблема получения реактивов, вообще всего того, что нужно для нормальной работы учёного, мне тоже совершенно понятно, знаете, я как-то впервые об этом задумался в прошлом году, когда был в Кремниевой долине, когда общался тоже с некоторыми коллегами, которые там работают, но там в основном была так молодёжь, может быть, менее известная и титулованная, чем представлена здесь. И они мне сказали, вы знаете, мы бы с удовольствием поехали бы в Россию работать, потому что нам это интересно, мы хотим, чтобы страна, где мы росли, получали образование, развивалась, но мы не хотим и не можем поехать сейчас, потому что инфраструктура для науки очень сложная, слабая, и на получение тех или иных объектов для исследования уходит месяцы, а здесь это делается за несколько часов. Нас вполне устраивают доходы в России, но мы не требуем запредельного ничего. Я знаю, что нам способны платить эти деньги уже, но вот инфраструктура не годится никуда. Я вот в тот период впервые начал думать о том, что, к сожалению, это большое ограничение для развития науки. И оно, конечно, не решается ни указами президента, ни законами, ни отстранением от должности министров, оно носит системный характер. Тем не менее, закон 94-й будет изменён, и, надеюсь, он будет всё-таки в большей степени приспособлен, в том числе и для научных нужд. В том, что касается таможни, возможностей импорта и экспорта различного рода образцов. Значит, я думаю, что здесь нужно просто сформулировать целый набор поручений мне в адрес правительства и таможенного органа, Аркадий Владимирович, уже к вам обращаюсь, для того, чтобы постараться изъять соответствующую деятельность из-под общего регулирования таможенными правилами. Потому что это не то, на чём государство зарабатывает деньги, и это не вопрос и безопасности государства, хотя в ряде случаев и в других странах существуют довольно жёсткие таможенные правила, тоже нужно смотреть правде в глаза. Но у нас они, наверное, наиболее тяжёлые и наиболее сложные из всех стран, которые сейчас развиваются довольно быстро. Поэтому надо постараться это поправить. Я предлагаю сделать просто реестр проблем, с которыми сталкиваются наши коллеги, присутствующие здесь, для того, чтобы постараться убрать или изъять соответствующие позиции из списка таможенных ограничений. Было сказано о том, что деньги не всегда решают всё. Это справедливо. Но деньги всё-таки кое-что решают, и без них ничего не получается. Поэтому я надеюсь также на то, что средства, которые были выделены по соответствующим грантам, они свой эффект дадут. Вопросы, связанные с позицией Россельхознадзора и ветеринарной службы. Но если там всё так забюрократизировано, раз мы с вами встретились, надо этому импульс придать. Я тоже обращаюсь, Аркадий Владимирович, к вам. Позвоните министру и Данкверт, или кто у нас там возглавляет Россельхознадзор, и скажите, чтобы они эту тему закрыли. Хотя я вам не обещаю, что по каждой такой проблеме я буду лично обращаться в Россельхознадзор. Вы должны понимать, что у каждого жанра есть свои издержки. В том, что касается, господин Шульц говорил, экспорт и импорт, естественно, я имел в виду как ввоз оборудования и соответствующих образцов, так и их последующий, или точнее их, не их, а других созданных объектов экспорт. По поводу экспертизы, по поводу некоторых вопросов, связанных с популяризацией результатов, я с этим всем согласен, и я считаю, что нужно именно таким образом и поступать. Ещё одна тема, которая была затронута, тема кадров и специалистов, которые готовятся в нашей стране, вами как раз. Эта тема меня тоже очень сильно волнует, потому что у нас произошло радикальное изменение системы высшего образования, причём, может быть, не в лучшую сторону, потому что в тот период, когда я заканчивал школу и поступал в университет, может быть, процентов 30-40 людей после школы собиралось получать высшее образование. Сейчас у нас все школьники поступают в университеты. Проблема заключается в том, что далеко не все эти университеты высокого качества, и часть из них просто по-хорошему нужно закрыть. Поэтому на эту тему существует моё специальное поручение министерству в таком спокойном ключе, но всё-таки проводить селекцию, проводить сжатие университетского поля с тем, чтобы выживали наиболее сильные, подготовленные вузы, которые способны, собственно, выращивать тех самых специалистов, о которых вы говорите. Потому что я имею гуманитарное образование, я юрист по профессии, но вы знаете, после того, как у нас появилось такое количество юридических факультетов и университетов, мне подчас бывает страшно, когда я начинаю разговаривать с некоторыми юристами, или когда я вижу, что, допустим, тот или иной человек закончил технический вуз, в котором был создан юридический факультет. Вот как страшно отдаваться в руки врачу, который, например, учился на юрфаке. Так точно так же, на мой взгляд, опасно отдаваться в руки адвокату, который получил образование в техническом вузе, пусть даже это и блестящий вуз. В этом смысле произошло смешение жанров, и это, на самом деле, не способствовало общему улучшению ситуации в университетах. Это тоже подлежит исправлению. Я надеюсь, что в ближайшие несколько лет мы порядок наведём. Хотя ежегодно... Какое у нас общее количество выпускников университетов? Андрей Александрович? Почти 2 миллиона. 2 миллиона человек заканчивают университеты. А вот вы говорите, что трудно найти даже 20 человек соответствующего уровня. Вот это, на самом деле, реальная проблема. И здесь нужно, конечно, существенным образом кардинально поменять ситуацию. Хотелось бы, чтобы ваши исследования в конечном счёте этому тоже способствовали. Ну и, наконец, самое последнее из того, что я хотел сегодня сказать. Мне очень приятно, что помимо встречи с президентом вам удалось ещё друг на друга посмотреть. Это всегда имеет значение, потому что научный мир, он всё-таки очень такой прозрачный, и от коммуникации между учёными очень многое зависит. И то, что это произошло у меня в резиденции, мне доставляет особенное удовольствие. Я надеюсь, что те контакты, которые у вас возникнут здесь, будут способствовать и вашим научным успехам. Вот, я хотел бы пожелать вам достигнуть тех результатов, которые вы перед собой поставили. Хотел бы, чтобы всё, что требуется министерством, было сделано в самое короткое время. Ну, а в части, касающейся неминистерской компетенции, я согласен с тем, что вот говорили наши коллеги, с этого края стала необходима действительно межведомственная координация. Надеюсь, что в том числе и при помощи администрации президента она будет обеспечена. Вот, так что позвольте пожелать вам больших успехов во всех ваших делах. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»